Итак, если оценивать рынок FMCG, что на нём сейчас происходит? Ну, сейчас, на самом деле, надо разделить этот вопрос на две части. Первая часть – это что происходит вообще с оборотом продуктов питания в нашей стране, а вторая – что происходит с ритейлерами, непосредственно работающими на рынке FMCG. К сожалению, после глубокого падения объёмов продаж в марте-апреле этого года почти на 15-20% снижался объём продаж продуктов питания. Мы хоть и восстанавливаемся, но всё ещё находимся в отрицательной зоне, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года. Самые последние данные говорят нам о том, что в августе 2020 года снижение объёмов продаж продуктов питания в нашей стране больше 4%. Это, безусловно, очень негативный факт, и учитывая, что большинство уже ограничений снято, и, казалось бы, мы в целом возвращаемся к обычной жизни, но мы видим, что результаты весьма слабые. И ожиданий какого-то быстрого роста, быстрого восстановления сейчас практически нет, потому что всё-таки очень серьёзно оказано влияние на доходы населения. Многие сократили, соответственно, свои траты на фоне снижения своих доходов. И в целом, с точки зрения оборотов продуктов питания, мы видим, ну, как минимум стагнацию, да, и роста пока как неожиданий. Если же говорить о деятельности торговых сетей, то здесь ситуация не столь драматична. Действительно, многие торговые сети в период, когда россияне оказались в изоляции, ну, во-первых, они смогли продолжить работу, потому что на продовольственные магазины ограничений практически не распространялось. И, учитывая, что в этот момент рынки, другие крупные торговые объекты были закрыты, потребители перераспределились уже на магазины около дома. Это происходило почти по всей стране. Ну, конечно, в разных регионах ситуация была на разной степени жёсткости по ограничениям, но в тех регионах, где это было особенно жёстко, это Москва и аналогичные как бы регионы, где вводились жёсткие требования на передвижение, у потребителей просто и выхода другого не было, как ходить только в магазины шаговой доступности. И здесь уже как бы итогом первого полугодия мы видим, что большинство сетей прирастает по объему продаж, причём рост происходит как с точки зрения общего объёма продаж, ну, это всё-таки ещё как бы определялось в том числе и приростом количества магазинов, которые были сделаны в прошлом году, так и таким ключевым для ритейла показателем эффективности, как like-for-like. Также и по like-for-like тоже многие сети впервые за последние несколько лет показывают результаты выше, чем уровень инфляции, что говорит о росте не только денежного оборота магазинов, но и физической массы, то есть килограммах, штуках, литрах. Поэтому действительно для отрасли FMCG период изоляции, период пандемии не оказал такого негативного влияния, как на другие сегменты потребительского рынка, и в целом компания чувствует себя относительно уверенно. А вот это падение, про которое вы говорите, 4%, то, что зафиксировано в августе, это с чем связано? С тем, что людей просто денег на что-нибудь покупать? Ну, во-первых, конечно же, это связано с реальными доходами населения. Потребители, к сожалению, не могут похвастаться большими доходами, чем это было до пандемии. Но, на самом деле, с целым рядом факторов. Все-таки рынок оборота продуктов питания, он включает в себя, конечно же, такие каналы продаж, как торговые сети. Но, помимо этого, это рыночная торговля. В разных регионах России эта доля составляет от 3 до 10-15 даже в некоторых субъектах Российской Федерации процентов. Это, конечно же, такой канал продаж, как общественное питание. Сети кафе, ресторанов – это тоже активные потребители продуктов питания. И в период, когда они были закрыты, а именно они пострадали больше всего, потому что до последних мер по снятию ограничений именно все ограничения распространялись на работы ресторанов, эта отрасль до сих пор находится еще в глубоком минусе. Даже в августе, когда уже практически все регионы сняли серьезные ограничения, все равно мы видим, что объем продаж у них ниже на 25% чем в августе 2019 года. То есть альтернативные, условно говоря, каналы продаж продуктов питания, они, к сожалению, очень сильно просели. И как следствие, там мы видим отрицательную динамику. Это сказывается в целом на снижении рынка, емкости рынка. Но сетевая торговля продолжает активно работать. И в целом современная розница в этой ситуации получила даже в какой-то степени приток покупателей. Потому что, по нашим оценкам, где-то около 2-2,5 триллионов рублей россияне тратили на питание вне дома. Это питание в кафе, в ресторанах, кто-то питался в столовых, на предприятиях. Это достаточно весомая цифра. Напомню, что общий оборот продуктов питания у нас где-то около 16 триллионов рублей. И вот эти средства, которые раньше россияне оставляли вне дома, питаясь на общественном питании, сейчас вынуждены были перераспределиться. И россияне стали покупать продукты питания в большем объеме, чтобы уже получать полноценное трехразовое питание дома. Чего не было, допустим, до пандемии. Поэтому вот здесь видим некоторый приток покупателей, прирост объемов покупок в продуктах питания. Мы уже видим, что ритейлеры некоторые прощаются с некоторыми торговыми точками, закрывают их. Как по-вашему до конца года сколько бойцов мы еще потеряем? Смотрите, мы дали оценку, что до конца года где-то около 10% магазинов перестанет работать. Конечно, большей частью это относится на магазины непродовольственного ассортимента. Там ситуация гораздо более драматична. Там, к сожалению, и до сих пор во многих случаях еще отрицательная динамика. И здесь, конечно, нам не избежать больших потерь. Что касается продовольственного ритейла, здесь тоже, на самом деле, все равно придется корректировать свои планы и закрывать менее эффективные магазины. По разным причинам. Где-то это связано с тем, что эти магазины расположены на территории торговых центров. А это сейчас, мы понимаем, попадает под определенные угрозы, потому что и ограничения там были самые жесткие. И, соответственно, потребители возвращаются к походам в торговые центры достаточно тяжело. Где-то это связано с тем, что арендодатели не идут на уступки, не идут на компенсацию вот этих периодов спада продаж. И приходится, соответственно, расставаться. А где-то это связано с тем, что трафик поменялся. Поменялась в целом жизнь россиян. И в прошлом, допустим, магазины, расположенные в близости бизнес-центра, в близости, соответственно, скопления людей, которые приезжали на работу, сейчас не догружены, да, потому что многие до сих пор остаются в режиме удаленной работы. При этом, допустим, магазины в спальных районах, которых было на какой-то момент достаточно, сейчас, наоборот, испытывают там больший спрос, да, и там сейчас ритейлеры стремятся открываться, потому что во многих случаях потребители не выезжают за пределы своего района. Поэтому как минимум 10% мы до конца года потеряем. Дальше ситуация тоже не, как бы, ну, не столь как бы радужная. То есть мы не видим даже потенциала восстановления к тренду вот этого роста количества магазинов. Да, в России мы привыкли за последние десятилетия к тому, что каждый год открывалось там десятки тысяч магазинов открывались новые, да. И в такой парадигме мы жили и к ней привыкли, да. Но если мы посмотрим на опыт западных стран, если мы посмотрим на опыт, там, ну, допустим, Соединенных Штатов Америки, то там те же самые 12 тысяч магазинов не открывались, а закрывались по итогам года. И это происходило каждый год. Там уже очень активно ощущалось влияние интернет-торговли. И вот эта цифровизация, переход потребителей в онлайн-канал делала, соответственно, ну, сокращала необходимость походов в магазин, сокращала объемы продаж в офлайн-рознице. И на протяжении последних нескольких лет количество магазинов, закрывающихся, у них только росло. И даже без всякой пандемии, даже без всяких экономических трудностей, в этом году было бы закрыто более 12 тысяч магазинов в США. Нам это пока еще непривычно, и нам приходится немножечко здесь менять стереотипы восприятия, но, к сожалению, мы к этому, видимо, тоже придем. Не говорит о том, что у нас массово начнут закрываться магазины, нет, конечно, да. Но и такого бурного роста, как был в предыдущие годы, мы тоже не ждем. Вот вопрос, все-таки вы затронули немножко про онлайн. Если говорить о каких-то цифрах, на сколько эта доля увеличилась? Очень стремительно за этот период, это вполне как бы очевидно. Общее количество активных покупателей в интернете увеличилось, ни много ни мало, на 12 миллионов человек. И сегодня активными покупателями можно назвать 63 миллиона россиян. Это огромная армия. То есть, в принципе, она соизмерима с... Ну, в принципе, в целом с количеством экономически активных россиян в нашей стране, да. Вот, конечно, они попробовали, да. Кто-то стал чаще покупать дистанционно. Несмотря на то, что в марте, в апреле, когда был наиболее острый такой период, как бы, ограничений и спрос на онлайн покупки был наиболее активен, не всегда даже компании справлялись с таким шквалом запросов, который к ним приходил. У некоторых ритейлеров просто даже останавливались сервера, потому что они были не рассчитаны на такие нагрузки. Они возрастали в несколько, в десятки раз даже возрастали в некоторых случаях. И, может быть, даже объем продаж мог бы быть и больше, чем то, что было зарегистрировано по итогам первого полугодия. Но вопрос, наверное, как бы не в краткосрочной ситуации, а в долгосрочной. Сколько, как по-вашему, останется из этих 63 миллионов? Вы знаете, на самом деле останутся, в моем понимании, почти что все. Потому что все-таки, несмотря на все трудности, в целом 80% потребителей оценивают свой опыт интернет-покупок как положительный и планируют к ним вернуться. И в этом смысле мы будем видеть в ближайшие годы стабильный, регулярный прирост интернет-продаж и, соответственно, дистанционных покупок. Но здесь все-таки тоже нужно не уходить в крайность. То, что мы покупаем в онлайне, это не значит, что мы отказываемся от покупок в оффлайне. Правильно говорить, конечно же, об омниканальной стратегии ритейлеров и о поведении потребителей, когда потребителю, в принципе, по большому счету, не так важно, где он выбирает товар и где он его покупает. Если ему удобно выбирать товар в интернете, и он хочет почитать подробные технические характеристики, сравнить цены, поискать какие-то новинки, допустим, да, конечно, в этом случае хорошо подходит онлайн, он это использует, но при этом за самой покупкой он может прийти в физический магазин. И наоборот. Иногда определенные группы товаров удобно потрогать, пощупать, понюхать, да, для того, чтобы совершить покупку. И, соответственно, за этим мы будем возвращаться в обычный магазин. Поэтому в этом смысле, ну, не стоит здесь противоставлять онлайн и оффлайн торговлю. Мы говорим о развитии, активном развитии, омниканальной стратегии. И мы об этом говорили, на самом деле, и до этого, видите, до пандемии. Это была тема номер один для стратегии любого ритейлера. Такого роста никто не ожидал. Да, просто за эти месяцы мы пережили тот эволюционный период, который должен был бы занять годы. А мы это проскочили буквально за полгода. Вот закономерный вопрос. А если можно, что сейчас делать вообще ритейлерам и сетям, чтобы привлечь внимание покупателей? То есть как бороться за свое место на рынке? Вот учитывайте новые реалии. Поверьте, ритейлеры себя не ограничивают в том, чтобы привлекать покупателей к себе и уж тем более удерживать их у себя. Ритейлеры стараются использовать все возможности. Но, наверное, из таких новых трендов, которые мы видим, по крайней мере, в период пандемии и в 2020 году, это активное развитие маркетплейсов. Маркетплейсы относительно недавно появились в Российской Федерации, но при этом уже вошли в каждый дом. И такие крупные интернет-проекты, как Озон, буквально в конце 2018 года, в начале 2019 года, только запускал технологии взаимодействия со своими поставщиками под названием маркетплейс. А сейчас, уже в начале 2020 года, больше половины продаж Озона приходится на маркетплейс. Многие другие крупные сети, столкнувшись с ограничениями на работу магазинов, это, конечно же, касается, в первую очередь, непродовольственного ритейла, понимая, что нельзя упускать потребителей в этот момент и надо их даже в какой-то степени поддержать, потому что потребности-то никто не отменял, и доступ к товарам необходим. Многие ритейлеры, крупные ритейлеры вошли в маркетплейсы. Мы это видели сначала в азиатском регионе, когда, не знаю, допустим, компания Икея, которая никогда не сотрудничала с внешними партнерами, открыла свою площадку на Тимоле, на Алиэкспрессе. Но и потом мы увидели подобные примеры в России. Их достаточно было много. Декатлон открылся в Алборис и в Озоне. Спортмастер активно стал развиваться со всем своим ассортиментом в маркетплейсе Озон. Многие другие компании, до этого, сдерживая себя в этом направлении развития, сейчас попробовали развитие через маркетплейс. И это дало мощнейший толчок к новой коммуникации с покупателем. Я думаю, что в ближайшие годы это будет еще продолжать активно развиваться и менять взаимодействие с потребителем, что в целом будет оказывать глобальную трансформацию на отрасли.